Долго не ждем. Внутри все, маршрутки чистенькие, ухоженные, все хорошо. Водители обходительные, все нормально. Это не мечта пассажиров родом из прошлого, а объективная транспортная реальность. По-другому возить не выйдет, иначе не заработаешь, а заплатишь за халатность. Ждать автобусов теперь долго не приходится даже в выходные дни. Только в Симферополе их существует 47. Сразу после Нового года со всеми перевозчиками были заключены новые контракты. И это не пустая бумажная формальность. Документы четко прописывают регламент всех обязательств, которые берет на себя компания-исполнитель услуги. Впрочем, все вакантные места еще не заняты, а власти продолжают искать для пассажиров гарантов комфорта. Регламент перевозок стоит на трех китах. Пунктуальность, чистота и вежливость водителя. В общем, спектр значительно шире. Прописано вот и до, что должен соблюдать перевозчик, какие должны быть автобусы и по санитарному состоянию, какие графики движения, какое расписание движения, какие интервалы должны соблюдаться. То есть вот это все прописано в контрактах и, соответственно, при несоблюдении этих условий могут уже применяться штрафные санкции, чего не было, к сожалению, раньше. Играть в кошки-мышки, избегая ответственности, не выйдет. Администрация не оставляет тактики скрытого мониторинга. На любой остановке к пассажирам может присоединиться курирующий направление чиновник. И все, что вызовет отклонение, уже буду фиксировать и направлять в виде претензии перевозчику. На первом этапе мы будем выписывать предписание. Выписывать предписание и далее, конечно же, мониторить, исправил ли эти предписания перевозчик или нет. Все замечания на жесткий диск смартфона и далее по инстанциям. Есть в списке место и ответственной стороне. Водителям тоже есть что сказать. Невозможно подъезжать. Ребята, просто невозможно. Центр, все Кирова забито туда. В рабочее время просто невозможно поставить машину, чтобы высадить, сделать высадку, посадку пассажиров. Но перевозчики в подавляющем большинстве нацелены не спорить, а играть в одной команде. При этом контроль будет только усиливаться. В управлении транспорта намерены создать постоянную мониторинговую группу. Это группа людей, которая будет наделена функциональными обязанностями, иметь бланки документов типовых и выполнять контрольные функции на линии. По результатам контрольных функций они будут составлять акт в соответствии работы транспорта. Прописные требования каждому маршрутному автобусу, наличие видеокамер, приборов для безналичной оплаты проезда, использование навигационных систем. Развить тему хай-тек в администрации намерены созданием еще одной службы – диспетчерской. При помощи специально разработанного программного обеспечения она будет давать старт каждой маршрутке, а в строго прописанное контрактом время отправлять их в гараж. Тарас Березицкий, Артур Чалый, телеканал Миллет.